Всем привет, мои дорогие гитарные дрочеры! Добро пожаловать на мои диванные гитарные обзоры! Сегодня у меня для вас инструмент бомбический! Это нечто! Я давным-давно мечтал взглянуть на него, подержать в руках, пощупать, понять, что это такое за фрукт. Это, знаете, это футуристическое нечто! Это технологии далекого будущего из 70-х годов! О, смотрите сюда! Это Крамер ДМЗ-2000! Ух, блин! Здесь, смотрите, какой гриф! Он алюминиевый! В 76-м году Савелий Крамер и этот, как его, Трэвис Бин, начали делать вот такие вот гитары. Гитары и басы с алюминиевым грифом. Что интересно, басов было выпущено с 76 по 82 год в 4 раза больше, чем электрогитар. Что говорит о чем? Я думаю о том, что бас-гитаристы в меньшей степени фунфурье, чем гитаристы. Для бас-гитариста, видимо, важно все-таки, чтобы инструмент был надежный, играбельный, удобный. В общем, бас-гитарист рассматривает инструмент именно как инструмент, а гитарист рассматривает инструмент именно как украшение для комнаты, как нечто, чем можно похвастаться перед друзьями и так далее, и тому подобное. И поэтому дерево, конечно, важнее для гитаристов, чтобы оно было хорошо просушено, отобрано, чтобы там как-то демолишн-крю, чтобы шоколадное масло ползло поляшком. В общем, все такие вещи, они для гитаристов, наверное, важнее, чем для басистов, потому что гитаристы чаще встречаются именно любители, не профессионалы. А вот бас-гитаристы чаще, мне кажется, профессионалами являются, потому что бас – это не такой общеизвестный фетиш для масс. Вот гитарист – это да, это вот человек с гитарой сидит там, наяривает, наваливает, и дети хотят стать гитаристами. Поэтому гитаристов много любителей. А уж кто профессионалами становится, те вот гораздо реже среди гитаристов встречаются в общей массе и гораздо чаще в процентном соотношении профи-любителей именно среди бас-гитаристов. Ну, поехали дальше. В общем, Трэвис Бин потом выпускал еще свои гитары, они так и называются, Трэвис Бин. Поинтересуйтесь, это очень-очень интересные экземпляры, особенно посмотрите на то, как выглядит Flying V в исполнении Трэвис Бина. Это отдельный разговор, это вообще нечто. Но, тем не менее, вернемся к нашему Савелью Крамору и давайте приступим к обзору. Эх, блядь, понеслась. Итак, головка! Итак, ждем, пока сфокусируется фотик. Смотрите сюда. Это камертон-образная голова. У Трэвис Бина она в виде открывашки для пива, а здесь это, оказывается, называется камертон. О, вот так вот. А вы подумали, что козья копыта? Нет, это камертон. Камертон. И не гвоздодер никакой, не надо мне там шутить. Греб надыбал гитару, гвоздодер. И говорит, что это камертон, ха-ха. Нет, это камертон, друзья мои. Как вы видите, вот здесь вот между ножек, вот если пальчик так просунуть, здесь дырочки-то и нет, значит, анкера нет в этом грифе. Вот и Савелий Крамор думал, что ну и он нахуй, это танкер. Гриф-то, гриф алюминиевый, металлический и так, поэтому анкер нам не надо, как интернет ваш нам нахуй не нужен. Так же и думал Крамор, когда делал эти грифы, грифа. Здесь колочки Maddie in Germany, написано Schaller на них. И что еще можно сказать? А ничего, вот такая валюта есть. Есть валюта. Сзади мы видим такие, знаете, напоминающие на открылке у жуков две деревянные вставочки, что говорит о том, что сечение грифа у нас Т-образное. Ну, это чтобы он не такой тяжелый был, вот эти деревянные надкрылки здесь перепиздящные. И обратите внимание, как грязно сделана работа. Какой большой шмат здесь эпоксидки нужно было сюда присобачить, чтобы прилегали эти надкрылки к алюминиевому Т-образному грифу. Ну так, на отъеби и сделано. Вообще это почерк американских лютьеве. делать так, что «Эй, блядь, и так сойдет! Давай, Георджо, лучше выпьем пивка!» Американские гитары, да. Они очень часто сделаны через задницу. Хуже только вот советские, разве что. Калки – это вообще фирменный почерк американских инструментов, чтобы все было через жопу накручено. Это да. Вы сейчас можете сказать, «Гля, что ты такое говоришь? У меня американский инструмент, там все идеально». Друзья мои, идеально. Сейчас покажу, что значит идеально. Идеально вот. Например, берем китайскую. «Китаец, ты где?» Вот ты где притаился. Вот здесь, да, вот здесь идеально все сделано. Посмотрите, какая, блин, морская волна, прибрежный песочек. Тут прям хочется босыми ножками походить в лучах тропического солнца. Черное дерево, ручки, вырезанные в луночках. Ну, обзор на эту гитару уже был. А вот это вот, то, что я сейчас в руках держу, это нихуя не идеально. Тяжело, прикольно, очень-очень футуристично, очень перспективно, но ввелно, очень грязно. Дальше, смотрите, верхний порожек, это вот так они и, собственно, делались. Это не самопал, хотя очень эти штучки подозрительно напоминают колечки, которые мы можем встретить на кончиках струн. Но, но это вот оригинальная такая вот система. То же самое, если посмотреть сбоку, видно, что все это кривое, косое. Крепится на алюминиевом поддончике вот эти вот 10 колечек, прибитые гвоздями или что это такое, и все это тоже гвоздиком прибито. Кстати, колочки тоже прибиты гвоздиками. Здесь у нас дальше нулевой лад, и все остальные лады вкорячены. Куда? Нет! Не в накладку из черного дерева, которая должна прорезать микс, как тузи, грелку. Нет! Это ебанол! Это ебанол! Как раз тот самый материал, который ставят сейчас, например, на эпифон, на красную флайн-ви. Тоже, кстати, обзор у меня был с ебанолом. Ебанол это вот такая... Короче, посмотрите. Я в материаловедении, знаете, так себе. Лады. Лады стерты уже почти в ноль за годы непрерывного труда. Да и я так понял, они изначально-то не были очень высокие. И еще я слышал, что у Савелия Крамера, у него лады были треугольные, фирменные. Но вот треугольные, они, конечно, мне кажется, должны быстрее гораздо стираться, потому что вершина остренькая, естественно, она пойдет гораздо быстрее, там износ будет. Здесь сбоку дотики, дублируют дотики на лицевой поверхности. Вот гриф вот так вот заканчивается. Традиционным образом никакие нахуй не 24, хотя доступ к верхним ладам шикарный. Переворачиваем, видим, что вот у нас тут эта холка скунса идет, переходит. Вот здесь у нас закрывашечка и два или три, три, три саморезика сюда вогнаны. И на трех она держится. Дерьмо, конечно, сочленение грифа с корпусом, ну, ненадежно. Все это туда-сюда, естественно, будет шататься. Корпус сделан из такого, из переклея. Клен еще хуй знает с чем. Красное дерево, блядь, желтое, зеленое. Хуй его просышь. Надо у Кузьмы спрашивать. Кузьма, скажи, пожалуйста, что это такое, а? О! О! Ну, ну, слушайте, напишите в комментариях, что это за дерево, потому что Кузьма на меня обиделся и молчит. Здесь, смотрите, прикольно, алюминиевая хуйня, закрывающая этот бассейн со срамом, с потенциометрами и со всеми кружочками. Прикольная тема. Кстати говоря, может быть, не зря она алюминиевая, чтобы потяжелее была жопа гитара, потому что гриф, он тяжелый. И, когда надеваешь, происходит вот такой некдайвинг. Давайте возьмем весы сейчас и посмотрим, сколько весит данный экземпляр. Ну-ка, давайте наденем весы. Давай, отнимайся ты! Весы китайские, сделай, понимаешь, в Китае говно всякое. То ли дело американские кривые инструменты. Ну-ка, 4,15. Так, еще разочек взвесим. Ну-ка. Так, 4 килограмма и 5 граммов. Ну-ка. Блядь, 3,95. Все легче и легче. Там какая-то залупа происходит с этой гитарой. Чего ты не взвешиваешься, а? Ну, о, все, 0,0,0,0. Ага. 4,15. Ну, короче, пускай будет 4,15. В принципе, нормальный такой гитарный вес Лисполы. Вот, например, вот тут у меня Лиспол, который называется Лиспол Профессионал, весит все 5 кило. Вот смотрите, вот так вот он выглядит. А гриф здесь самый что ни на есть деревянный. 5 кило гитарочки весит. Нормально так. Так что алюминиевый гриф это, знаете ли, не приговор для вашей спины. Дальше идем, смотрим. Что у нас тут такое? У нас на лицевой поверхности звукосыматели. Звукосыматели, я так понимаю, оригинальные здесь стоят. Судя по их внешнему виду, это Димартио, скорее всего. Достаточно прикольные, мне они понравились. Рамочки тоже оригинальные, судя по тому, как они уже пожелтели от времени. Бридж не оригинальный, потому что бридж пошел по пизде. Вот так вот он вслед за струнами туда и загнулся, и уже вот-вот эти ушки совсем оторвались бы. Дальше. Трехпозиционная теребончика здесь. Две пимпочки, которые что-то делают со звукоснимателями, скорее всего, параллельно или последовательно их переключают. Ну и четыре крутилочки, на каждую из них вот здесь гвоздик имеется, чтобы можно было понять 10, 9 или сколько там, какие деления. Пимпочки тоже. Вот, кстати, хорошие пимпочки. Смотрите. Пимпочки заебись, они держат ремень хорошо. Что у нас еще интересного здесь? Мадди и Нуса. Номер я, кстати, не пробивал, но эти гитары выпускались с 78-го года по 82-й, по-моему. Так что в этот промежуток времени вот эта 2000-ая серия была произведена. Вот так я вам могу сказать, дорогие мои друзья. Ну что, давайте проверим, как эта гитара звучит. Вдруг она банально не звучит, а? Сейчас проверим. Поехали. Какой-какой алюминиевый саунд сразу же, вы слышите? шуршит потенциометр, добавляет ласковый шорох, будто вы слушаете виниловую пластинку. это у нас звучит нековый датчик. Давайте теперь нековый датчик с микриком. но такой чуть более похож на на стекло. Хулиганит, конечно, потенциометр. Но давайте теперь послушаем два датчика одновременно. А давайте теперь бридж послушаем. О, бридж-то такой мощный. прям нежность уже и как-то не идет в пальцы. Да, мощный бридж, прикольный. Еще он так достаточно высоко к струнам расположен, нормально, удобно. кайфово. А если мы его микриком немножечко укорот сделаем, ну-ка. Вот тогда. И тоже немножечко пощелкивания этих, похрустывания виниловых. Прикольно, прикольно. Ну-ка. Кайфовый звук. Мне нравится. Ну, конечно, вы мне скажете, Глеб, ну почему ты не показал дичи? А я вам сейчас покажу. Сейчас я вам дичи как сделаю. О, блядь. Пиздос. Очень, очень неудобно играть, потому что лады там уже почти вровень с этой ебаноловой накладкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Те вещи, которые я привык делать, вот такие вибраторы, например, глубокие, с великим трудом, потому что струну прям приходится вдавливать в этот ебанол. Ага. И расстроилось все к хуям. Вот так вот звучит он с GG. Давайте выключим, чтобы это все не фонило. И еще поговорим немножко. Алюминиевый гриф, это, конечно, круто. С той точки зрения, что это не дерево. Это более стабильный материал. Обычно, когда говорят о дереве, обязательно после хвалебных всех дифирамбов, всей этой хуеты про просохло, про Demolition Crew, нашли бабку с деревянным стулом каким-то, которые потом пустили на гитару. Это все понятно. А потом говорят, ну что же вы хотите? Дерево, оно же нестабильное. Вот, кстати говоря, блядь, про нестабильность дерева и про криворукость американских мастеров. Вот посмотрите сюда. Какой пиздец, блядь. Вот посмотрите на эту огромную щель. Посмотрите, тут щель еще не только здесь. Они как-то так на похуй не подгоняли, а так сделали, чтобы хватило, блядь. Еще посмотрите, что отвалилось здесь. Не отвалилось, а трещина между слоями. То есть они разошлись слои. Вот какой ужас. Это просто ебаный, ебаный стыд. Это же Ахтунг, это ебаный в рот этого казино называется. Пиздец вообще. Как так можно делать? Я вот смотрю и охуеваю. Ну вот здесь вот, ну-ка. Здесь вот, здесь вот пошло все. Тоже что-то трещины какой-то. Это вот лак или не лак, непонятно. Но трещины в лаке точно есть, а в дереве непонятно. Ну и тут, конечно, тоже адовый карман. Вот карманов хуже я не видел. Ни на одной из китайских гитар, которые были у меня в руках. Это какой-то ужас просто. Это самый худший карман из вообще возможных. Хуже может быть только на советских, в древних вундервафлях, которые в качестве гитар, я так понимаю, не изготовлялись, а изготовлялись для отчетности на предприятии. Не более. Это пиздец. Это просто ебаный ужас. Еще и треснуло. Ну так вот, возвращаясь к разговору о дереве. После всех хвалебных дифирамов про какой-нибудь сладкий звук ольхи и максимально жирный звук махагона, говорят, ну дерево нестабильно, что вы от него хотите. Вот тут, например, судя по всему, корпус немножко закрутило. Даже не немножко, а так хорошо, потому что опору там, где толстые струны, приходится вот так вот большой делать, а опору, где тонкие струны, приходится наоборот делать очень низкие, чтобы струны совпадали с ладами. Вот такая вот хрень. То есть что-то тут нужно мандить с креплением грифа. И вот вечно вот это, что, дерево повезло. Да, а вот из одного климата в другой перевезли гитару, конечно, лады вылезли, конечно, ну и что, что вы купили кастом шап за бешеные деньги. Да, это новый инструмент, он еще должен немножко это притереться, приработаться, к климату привыкнуть. Какой нахуй инструмент, который должен привыкать к климату музыканта? Это люди, которые ездят по всему миру, по разным климатическим поясам. И какого хуя в разных климатических поясах инструмент должен вести себя по-разному? Ну это же хуйня какая-то, правильно? Если ты профессиональный музыкант, это должен быть профессиональный инструмент. А у нас в гитарном сообществе считают, что профессиональный инструмент – это тот, вокруг которого больше всего нахуй верчено всяких легенд, мифов, всякого прочего говна типа максимально жирного звука махагона. Вот, на самом деле профессиональный инструмент, как я считаю, это тот, который удовлетворяет требованиям профессионала. Например, он не ведет себя каждый раз по-разному, попадая в разные температурные, климатические условия, в разную атмосферу и так далее. Что касается алюминия, у него, да, есть такая фишка, что он как бы от температуры расширяется больше, чем другие металлы. Я это слышал, я не уверен, но, в общем, коэффициент расширения у него достаточно большой. Но, с другой стороны, на влагу ему абсолютно похуй, понимаете? И, может быть, даже при коэффициенте расширения, большом среди аналогичных металлических сплавов, алюминиевые сплавы будут стабильнее, чем дерево. Еще алюминий ругают, я слышал, ну, те, кто не делают алюминиевые грифы, они говорят, что, ой, ну алюминий, он же такой вязкий, плавучий, тягучий, он от времени ползет. Ползет от времени бридж, да, я не знаю, из какого говна они делают эти бриджи, которые потом как гамак старый, как панцирная, блядь, сетка советская провисают. Ну, давайте посмотрим на алюминиевый гриф. И я никакого, знаете ли, текучести никакой не наблюдаю. Я наблюдаю прогиб, ровненький прогиб на протяжении всего грифа. Вопрос, этот прогиб изначально предусматривался, или он прогибается под воздействием струн? Мне кажется, струны его прогибают. И вот здесь вот еще одна фишка, о которой невозможно не сказать. Отсутствие анкера в данном случае, мне кажется, это нехорошо, потому что анкер, вот, например, а я хочу, блядь, себе абсолютно ровный, прямой гриф. А я не могу сейчас его сделать. А я хочу, блядь, себе поставить струны, блядь, нахуй, 1370 в стройфа играть. А тогда у меня будет больше прогиб. Этот гриф, мне кажется, он будет прогибаться, потому что я прогиб вижу. И что-то я сомневаюсь, что это прямо на предприятии взяли, так сделали. Нет, просто струны тянут и делают этот самый прогиб. Но этот прогиб будет разным в зависимости от калибра струн. И от того, в какой строй ты будешь настраивать инструмент. Все это дело мог бы поправить анкер. А его здесь нет. Так что алюминиевый гриф без анкера, я считаю, это неправильно. Вообще любые материалы, которые дерево как бы, типа, как-то сказать-то, побеждают по своим характеристикам, все равно не избавляют от необходимости иметь анкер. Вот это мое такое мнение. Анкер все равно нужен, потому что здесь, например, экшен. Ну, я, правда, не пробовал, но, может быть, и можно сделать, как у меня. Сейчас он выше гораздо, чем миллиметр. Но, в принципе, может быть, можно опустить и будет норм. А если не будет норм, то нужно уже будет крутить анкер, которого нет. Так что анкер – это полезная фишка в гитаре. Если хочешь от гитары добиться именно точности, прям вот, как хирургический скальпель, чтобы инструмент у тебя был. Но вообще это очень интересно. Это пиздец как интересно держать в руках такой инструмент. Старая такая древняя попытка заглянуть в день завтрашний. Это крутая тема. Это круто. Так что, дорогие мои друзья, вот смотрите и вдохновляйтесь. Если меня смотрят в гитарное лютье, не сосите соплю. Делайте что-нибудь такое, что сделает гитары более надежными, практичными, играбельными, удобными. Я считаю, что и музыкальные инструменты для профессионала именно должны обладать такими характеристиками. Ну, а сейчас слушайте внимательно. Наконец-то мы подошли к самому главному разделу во всем видео. И называется этот раздел «Минутка агитации». Подписываемся, блядь, на мой канал. Жамкаем лайки, ставим теребоньки, то есть все наоборот. Теребонькаем, ставим, блядь, все. Пишем. Глеб, ты ничего не понимаешь? Она банально не звучит. Она банально не звучит, потому что сустейна нет. Сустейна нет. Видишь, сколько склеек? Каждая склейка минус сустейн. Хуяк-минус, 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 хуяк-минус. А дерево? А дерево? Что здесь за дерево, блядь? Ты не знаешь, что за дерево? А если ты не слышишь? Я тебе ничего не собираюсь доказывать, блядь. Я-то слышал, это ты не слышишь, блядь. Мы-то с Кузьмой все нахуй слышим, это ты, блядь, глухой Темил, ничего не слышишь. Ты ничего не понимаешь? В общем, дорогие мои друзья, я вас всех люблю, целую и обнимаю. И да пребудет с вами етицкая сила. Ох, чуть не поскользнулся. До следующих встреч. Всем пока.